Дмитрий Козин, директор А.Семкин Дмитрий Козин, директор А.Семкин Дмитрий Козин, директор А.Семкин Я напомню, мы во всех своих заявлениях и во всей своей работе призывали трудящихся Крыма и вообще Украины к самоорганизации. Мы видели о том, что им, юго-восточным районам Украины и Крыму в частности, грозит фашистское нашествие. Самое настоящее фашистское нашествие, которое пережил Киев и продолжает переживать, будем называть вещи своими именами. Это было именно так. Мы говорили о том, что Майдан объективно возник по другим, вполне объективным причинам. Но так сложилось, оно не само по себе сложилось, а так было выгодно определенным кругам, властям буржуазным, властям Украины. Было выгодно, что наиболее активную позицию на этом Майдане в конце концов заняли именно фашистующие элементы. И они перешли в фашистское наступление. Мы призывали трудящихся Крыма к самоорганизации для того, чтобы не дать возможности распространения этого фашистского нашествия на Крым. Потому что такая опасность была, ну и вообще на юго-восточной части Украины. Такая опасность не просто была, а такие проявления уже начались, на практике начались. Но мы понимали, что вполне вероятно такая ситуация, что сами трудящиеся Крыма не будут иметь достаточно сил, организованности, ресурсов для того, чтобы выстоять в этом нашествии, чтобы дать достойный отпор самостоятельно. Это реальность. Если бы получилось у них это сделать, ничего лучшего мы не желали бы. Все это было бы здорово. Вот это было бы здорово. Но мы реалисты. И мы понимали, что сила, оружие, организованность пока были не на их стороне. Поэтому только в том случае, если бы стала бы очевидной невозможность противостоять фашистскому нашествию самостоятельно, и только в том случае, когда народ Крыма обратился бы к России за помощью, мы допускали, нет, не применение силы, мы допускали угрозу силой с одной единственной целью – воспрепятствовать этому самому фашистскому нашествию, ни с какой другой. Потому что мы прекрасно знаем российские власти, российских империалистов, мы прекрасно знаем, что на народ Крыма, как и на свой собственный, глубоко плевать с высокой колокольни. И никаких целей братской дружбы к народу Крыма наши власти не испытывают и испытывать не могут, так и к своему собственному народу. Но мы наталкивали их на мысль, что воспрепятствовать фашистскому нашествию они должны. Им было бы очень трудно потом отмазываться о том, что их наталкивают на отпор фашизму, а они не хотят отпора фашизму. Поэтому в их же интересах частично, они об этом я скажу отдельно, было продемонстрировать свою антифашистскость. Они до того даже дошли, что они защищали памятники Ленина на Украине. Они возмущались, как это так разрушают памятники Ленина. Это интересное явление было. Но они очень далеки от того, чтобы не разрушать памятники Ленина здесь, не заботиться о памяти Ленина. Но им пришлось это делать. Вот к чему мы призывали, что мы допускали. Что произошло на самом деле, как это соответствовало нашим призывам или не соответствовало. Народ, я прокрыл сейчас, действительно сорганизовался. Но особой надежды, что он справится самостоятельно, у них не было с самого начала. Народ провел референдум. Тут отдельно хочу сказать, что крымчане поступили в полном соответствии со всеми канонами классовой борьбы. Они сначала взяли власть в Крыму, а потом провели референдум. И только так и правильно. Только так и нужно. Через референдумы власть не берут. Так не было никогда, нигде и ни у кого. Но у нас нет никаких оснований считать, что этот референдум не соответствует чаяниям крымчан. Ну нет у нас оснований. Скорее всего, да, соответствует. Но если бы референдум проводился при другой власти, ну нет сомнений, что результаты были бы другие. Выбрали крымчане, на наш взгляд, не самый правильный с нашей точки зрения вариант. Но не сочли, что этот вариант для них надежный. Было бы, может быть, многие левые об этом говорят, может быть, было бы правильно, если бы они на этом референдуме, взяв власть в области, приняли бы решение просто о независимости. Вот по типу Абхазии, по типу Южной Осетии. Но у них было очень серьезное опасение, что без вмешательства российской армии, так же, как это было в Абхазии и в Осетии, ну не удержат они никакой самостоятельности. Тем более с таким мощным нажимом извне, из Европы. Поэтому они выбрали вариант, с их точки зрения, наиболее надежный. Они выбрали вариант присоединения к России. Мы прогнозировали с самого начала, что развернутых военных действий не будет из-за Крыма, что вообще массированного ввода войск не будет, но его и не было, так и произошло. Там достаточно было тех сил российских, которые были в Крыму, их не мало, их все равно больше, чем там было украинских сил. Плюс самоорганизация крымчан сыграла огромную роль. Вот это воодушевление, эйфория, значительная степень националистическая. Что вот мы теперь с ридной мамой только на Украине, а России, сыграла свою роль. Действительно, настроения крымчан были именно реальны. Такие, которые стремились к России, под крыло России. И в этом смысле они достигли чего хотели. В этом смысле можно сказать, что мы рады за народ Крыма, который чего хотел, то и получил. Что будет дальше? Тенденции, да, тенденции и перспективы. Ну, дело сделано. Все ломаются, помечут громы и молнии, но примирятся с тем, что произошло. Так это было с Абхазией и Осетией, так это будет и уже видно, что и здесь. Все, что могло реального грозить России со стороны Запада, никто не собирается предпринимать. Но не враги буржуи России, буржуи Запада. Конкуренты, да, но они классно близки между собой. Не будут они воевать друг с другом за народ Крыма. Так что существенных потерь для властей, для наших властей на международной арене, не предвидится. Что населению Крыма лучше будет, хуже будет. Значит, поначалу им станет чуть полегче. Ну тогда подкинуть ресурсов, повысить пенсии до российского уровня, да, не выше. То есть в этом смысле станет чуть полегче. Российским капиталистам вообще лафа. Они вложат инвестиции в инфраструктуру, и это будет новая черная дыра для огромного распива. Будет новая Чечня, это будет новая Олимпиада. А там ведь непаханное поле для воровства. Смотрите, Крым снабжается водой с территории Украины, по каналу. Нету другого источника водоснабжения у населения Крыма. Что они будут помирать от жажды? Нет. Россия вложит огромные деньги, чтобы танкерами, чем угодно еще, самолетами, возить туда воду, бочками. Естественно, три четверти этих денег будет разворована. Это понятно, наших с вами денег. Но это же хорошо российским властям. Точно так же снабжение электроэнергии идет по линии электропередач с территории Украины. Там есть ТЭЦ, ТЭЦ одна, но она даже базу Черноморского флота не обеспечит, потому что население Крыма тем более. Хорошо, что дело не к зиме, чтобы успеть сначала наворовать побольше, а потом уже обеспечить как-то там теплом электроэнергии. Мост собирается строить, вы знаете, да? Огромный мост его собирались, собирались. Ни одна реальная мостостроительная фирма за это не бралась, за нормальные деньги. Но если ей дать раз в десять больше денег, то она возьмется. Ну, с учетом того, что там зыбучие пески одни, этот мост нужно углублять на быках, на сваях очень-очень глубоко и очень мощно. Сейчас даже появились новые идеи недавно. Кто-то из властей там предложил Путину, давайте сделать тоннель под Керченским проливом. Вот это еще раз в десять дороже. Ну, это все действительно черная дыра, в которую будут уходить наши с вами деньги и благодаря которым будут создаваться сказочное состояние наших буржуров. Новое сказочное состояние. Властям очень хорошо еще и благодаря тому, что их позиции внутри нашей страны существенно укрепятся. На волне ура патриотизма. Как много сейчас энтузиазма, как много эйфории, как много криков. Наконец-то у нас появился новый герой, Путин, который сплотил всю нацию, который теперь, значит, смог вернуть нам исконно русские земли. Осталась только мать городов русских. Киев вернуть. И город русской славы Порт-Артур. Но вот пока это все впереди. Посмотрим, да? То есть на волне вот этого ура патриотизма позиции внутри страны у властей сильно укрепятся. Рабочему движению Крыма пока трудно предвидеться. Но прогнозы скорее положительные. Посмотрите, я сказал, будут инвестиции, значит, будут и рабочие места. Ну, некоторые говорят, вот теперь они хлынут в Москву гастарбайтерами. Мало нам среднеазиатов было, да? Хотя среднеазиаты работали на москвичей, продолжают работать. Вот теперь еще, значит, и крымчане будут хлынуть сюда. Это неверно. Во-первых, те, кто хотел хлынуть сюда, давно хлынули. Из Западной Украины работают на стройках в Москве. Я знаю очень хорошо такие бригады. Из Крыма не работали, потому что там есть работа. И тогда была работа. И теперь будет тем более работа. То есть рабочие места пока будут. И это внушает надежду на то, что рабочему движению положительные перспективы ждут. Облегчится наша работа коммунистов. Мы будем создавать там свои партийные структуры. И профсоюзные структуры. И так далее. Это наша работа. Мы ее будем делать. Эту свою работу. Теперь, что касается остальной Украины. Я пока говорю, что остальной, по привычке считаю, что Крым тоже часть Украины была. Националистические настроения обострятся с обеих сторон. На это играют. Их разжигают, как всегда. Это выгодно буржуазии обеих стран. Но до распада страны вряд ли дойдет. Вот такой наш пока прогноз. То есть западным капиталистам это очень невыгодно. Им выгоднее держать под контролем всю страну. А пришедшие к власти в Киеве ребята на это настроены. Отдать им под контроль всю страну. Наши, конечно, нашим это не улыбается. Но наши вряд ли осмелятся на серьезное противостояние в отношении всей Украины. Но это не Крым. Вот за Украину те будут драться. За Крым они драться не очень. Все настроены были. Опять же, восточно-украинские олигархи это не крымчане. Не народ Крыма. Восточно-украинские олигархи прекрасно понимают, что в случае присоединения к Российской Федерации они вряд ли выдержат конкуренцию с российскими олигархами. Они лягут под российских олигархов. Надо им это? Не надо. Им хватает конкуренции с галицийскими олигархами. Но галицийский терм пожиже своими кошельками. Поэтому восточно-украинским олигархам выгодно остаться в составе Украины. Выгодно. Не ложиться под Россию. Но в любом случае этим олигархам придется серьезно делиться и подвигаться. Делиться с Западом. Галицийские их тоже будут теснить, но с ними соперничать попроще. Договорятся. Рабочему движению остальной Украины станет хуже. Репрессивность режима уже усилилась. И еще усилится. Ну, очевидно. Как же необходимо сплочение нации? Как же так? Кто не скачет от Москвы? Это же понятно. Поэтому русскоязычное население тоже будет обострять свой национализм. Это ответная реакция. Она неизбежна. Поэтому националистические противоречия возрастут. Но тем не менее, власти Киева и сами не абсолютно не клинические идиоты. И управляют ими не идиоты, а прожженные полиции. Поэтому они русскоязычному населению подкинут фантиков. Отменят закон о запрете русского языка, разрешат пользоваться языком. Оставят какие-то русские символы. Сюда не относятся советские символы. Но их пока повременят сносить. Дадут возможность успокоиться населению. Коммунистическое движение на остальной Украине скорее всего загонят в подполье. Оно реально уже загнено в подполье. Ну, я не имею в виду КПУ. Они отдельно разговаривают о коммунистическом движении. Причем это загонят в подполье не только на западе, но и на юго-востоке, поскольку и там интернационализм уже не в почете. Там национализм в почете. А коммунисты интернационалисты. Поэтому по-настоящему коммунистическое движение и там, и там будет в подполье. Может быть, там, на юго-востоке возродят структуру КПУ. Они такие же националисты, как и КПРФники, они ко двору там придутся. Значит, что нам-то? Значит, придется начинать с организации профсоюзной борьбы для начала и влиять через нее на идеологию людей, на рабочую борьбу. Для этого потребуются совершенно иные подходы. Новые люди, связанные не с советскими воспоминаниями и ностальгией, а с живым рабочим движением. Красный реванш с наскоку не получится. Он по щучьему велению не делается. Нет сейчас объективных факторов революционной ситуации на Украине. Вот нету их пока. Рабочее движение там чрезвычайно слабо, а революцию, как мы с вами знаем, совершают не герои-одиночки, не группы пассионариев, даже не партии, которых там тоже нету революционных пока в таком нормальном масштабе. А массы под руководством революционного класса революционного класса там пока тоже нет. Без этого революционного класса нет смысла это глупость, полнейшая глупость и наивность говорить о красном реванше. Сначала наша задача создать там революционный класс, как и здесь тоже. То есть нам нужно будет всячески помогать становлению такой рабочей борьбы. И наш пролетарский интернационализм должен выдержать это истутально. Спасибо. Передаю слово Судаковичу. Я начну с конца Илья Львовича. Поддержу его в ставке на рабочую борьбу, потому что рабочая борьба это главное, потому что рабочая борьба отсутствует везде на территории бывшего СССР и СНГ. Это единственный выход из сложившейся ситуации объединения людей по борьбе с буржуями, которые устраивают везде трудовые конфликты и эксплуатируют и презирают рабочих людей. Началось окончание. Переходи к началу. К началу это будет слишком скорбно, Илья Львович, так что я продолжу про рабочую борьбу. Ладно, ну тогда начнем с самого начала. Если кто-нибудь из вас загадывался таким вопросом, почему 80 тысяч зеленых человечков оказалось в Крыму, когда-нибудь кто-то слышал из уст Путина или Медведева какие-нибудь националистические призывы до этого. Нет. Что это? Как это их нечаянно озарило прийти и позволять русских из лап каких-то бандерасов. Эти 80 тысяч зеленых человечков, которые там оказались, это контрактники российские. Они там оказались по простой экономической причине. Это Кагарлицкий, наш любимый, который мне полторы тысячи рублей не отдал за статью, которую я ему еще год назад написал. Я ему припомню. после революции. Он мне вот так обещал, говорит, да, 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 все. Но Кагарлицкий, я с ним соглашусь, что углеводородная проблема с тем, что на юге Украины сейчас начинается вот этот углеводородный бум, а Кагарлицкий же работает на Путина, поэтому Путин его и послушал, он повелся на обман Кагарлицкого. И поэтому 80 тысяч зеленых человечков без шилвиков, но проплаченные Путиным оказались в Крыму для того, чтобы избежать вот этого коллапса российской экономики в 2014 году летом, как Кагарлицкий предсказывал. Ну, Кагарлицкий это наш революционер, не зря он получает деньги у нашего врага, и он все правильно организовал. Он сказал, что все, вашему бюджету настал конец, а он ему действительно настал конец, потому что ЕС летом 2014 года Кагарлицким предсказано как конец российской экономики перекроет кранчик с газом, и не благодаря украинским углеводородам, которые в Крыму много, а на юге Украины еще больше, потому что все лапы-то туда направлены, в Донецк, в Донбасс, думаете, они там русское население хотят защищать? Вот, они хотят защищать свой бюджет, они хотят защищать свой карман, фиг я в камеру показал, они хотят защищать свой карман, им плевать на русское население, им вообще на любое население плевать, они все в ядерный пепел превратят, лишь бы остались эти нулики на швейцарских счетах, но я думаю в Швейцарии тоже до них доберется, сейчас ЕС немножечко так подумает, ну ладно, в Америке счетов у них нету, а где счетах всех? О, в Швейцарии, ну как бы в Швейцарии конечно это трудный такой форпост, но я думаю найдут они путинские счета и там, но вопрос там, что Горлицкий сделал свое дело, Путин ввел зеленых человечков туда и собственно говоря вот, то что революция в Украине случилась, это да, это была национально-буржуазная революция, сравнимая с тем, что мы наблюдали здесь на улицах Москвы на Болотной, там было много этих придурков с имперками, пассионариев бегало, то же самое было и в Киеве, это один в один такая же калька, что было на улицах Москвы на Болотной вот 6 мая там или когда там тот же самый набор, то есть такие тупые баны, простые граждане, которым просто не нравилось, что их нагнули, вот это тот же самый Киевский Майдан, но сейчас как бы грядет Октябрьская революция в Украине, потому что население Украины просто в ужасе от того, что происходит, оно совершенно или не удовлетворено той временной властью, которая сейчас там оказалась, это примерно такая же перспектива, как у Керенского остаться на троне, там вот эти имена там написаны, какие-то тигнебоки, яроши, это все, это проходные, это люди, которые не о какой организации власти не думают, они, ярош, он говорил о самоорганизации и тому подобное, я сам анархист, но я понимаю, что все-таки авторитаризм рациональный должен присутствовать, все-таки в какой-то степени нужно думать о том, что происходит, потому что народ Украины сейчас ненавидит свой братский русский народ и там, в принципе, у народа Украины гораздо больше рук, чтобы взять автоматов, которых гораздо больше, чем в Абхазии и пойти, собственно говоря, к русскому брату и все-таки они говорят чисто по-русски, в отличие от абхазов, чеченцев и все-таки почти 50 миллионов, да, так что зря вы сравниваете Абхазию там с это все-таки не Абхазия и конечно я понимаю, что Путина запугали бедняжку, сказали, что все, тебе пришел конец, так бюджет твой гавнется, дикие клерки выйдут на улицы, будут требовать на улицах Москвы от тебя это самое уйти, а вот у него теперь еще и патриотическая тема появилась, сейчас вот все, мы пойдем спасать русских везде и всюду, ну как вот такая тема, спонтанно я сказал, долго я что-то писал, а потом я понял, что я как бы не смогу соревноваться, но самое главное рабочая борьба, что вот мы с ее в общем по рабочей борьбе вот, это единственное, что нас спасет, но не бородьба, с КПУ и со всей этой шоблой и партией регионов, которая абсолютно скомпрометировала себя в лице Януковича, это все-таки совершенно не решение, конечно, к сожалению, нет никакого левого движения ни в Украине, ни в России, пардон, но надо как-то делать, да, Саша? Ну-ка, Городиский нам поможет. Да, Городиский нам поможет. Хорошо, спасибо. Роман, веди. Вопросы у кого-то, может быть, я думаю, у нас, поскольку записался один только человек пока, но я не знаю, вот вы тоже, да, хотели выставить? Я хотел выставить. А, тогда двое получается. Ну, может быть, сначала вопросы, я вот думаю, не против, давайте, вот, вопросы по теме, да, к обоим. Вот тогда вопрос, так как вы были на Майдане, что вы скажете о составе Майдана? То есть, люди каких взглядов присутствовали, в какой пропорции? Это вполне сравнимо с тем белолетовичным процессом, который мы наблюдали в Москве. Я подходил к украинским националистам, я говорил, я не говорю по-украински, я москаль, я приехал из Москвы, и Киев, это русский город, это действительно русский город, жители Киева не понимают в свою компанию людей, говорящих на плохом русском языке, на Сурджике, и это моветон говорить в Киеве на Сурджике, а больше никакого другого языка там и нету, потому что никто, ну, украинский там учили в школе, но как бы он не был в ходу, вот, поэтому, собственно, преувеличение создания некого такого фашистского, какого-то там, бандерасского скопления, это преувеличено. Присутствует такое же количество вот этих, ну, как вот, вы помните эти протесты в Москве, да? Процентов 10. Ну, там может процентов 20 их, они более пассионарные, они жгут эти покрышки, но анархисты, вот там была черная сотня анархистов, это не та черная сотня, а просто их там набралось меньше сотни, ну, вот, они участвовали в штурме офиса партии регионов, партия регионов, это как единая Россия здесь, и КПУ, это сравнимо с КПР, Бородьба, это вообще непонятно, что такое. Ну, тоже, отхол от КПУ. И, собственно говоря, мы что, поддерживать будем единую Россию, КПРФ, и непонятно кого, какой смысл? Вот поэтому меня сейчас это вызывает, конечно, мы также не можем поддерживать и там, вот это временное правительство, которое пришло к власти на волне вот этой февральской революции, вот, но единственное, что мы не можем и поддерживать путинскую интервенцию за своими собственными какими-то там этими нефтяными долларами, потому что вся его, как бы, весь его интерес это то, чтобы ему не срезали продажу углеводородов, на которой он живет. Еще вопрос. Да, вопрос, а вот там... Вот у меня вопрос. Да, подожди сейчас, вот там первое... А, а потом ты следишь. Глия Львович хорошо выступил, собственно, а вот второй оратор очень так эмоционально, убедительно все сказал, но вот я просто... Глия Львович хорошо, а он убедительный. Да, он убедительный. Он просто парал, как оратор. Мне просто хочется спросить, как вы вообще понимаете, что такое революция? Ну, революция это переворот, это изменение... Это полное устроение власти, изменение строя, это может быть буржуазная революция, это может быть что угодно. Но революция это переворот. То есть эволюция это плавное развитие, а революция... То есть перевернули. Так что значение. Ну, единственное, революция может быть, конечно, и какое угодно. То есть вот 17-й год, допустим, сделали статисты-анархисты. Как это произошло? Сидит партия эсеров в Зимнем дворце. Приходит про историю. Вы понятия можете раскрыть? Ну, вот я рассказываю на основе исторического примера, что такое революция. Вот все считают, что революция 17-го года, она была какая? Скажите мне. Была две революции. 17-го года, Октябрьская революция, какая она была? Социалистическая. Социалистическая. А как вы объясните, что матрос-железняк, анархист по профессии, приходит к правому эсеру и говорит, пошел ты отсюда вон. Он уходит. Как можно... Без коммунистов. Нет, ну погодите. У нас военный революционный комитет, который большевиками... Ну хорошо, железняк командовал потом бронепоездом, и мы в этом бронепоезде убили из пистолета. Вот как в бронепоезде можно быть убитым из пистолета, это вопрос. Но вопрос в том, что все это достаточно относительно, потому что как можно назвать социалистическую революцию, которая была сделана эсерами и анархистами, которые выступали пассионарной массовкой, как вот правый сектор, допустим, на Майдане выступал, это и массов рук. Из-за своей самоорганизации анархисты исчезли первыми. Эсеры из-за своей слабой организации исчезли вторыми. Мария Спиридонова была расстреляна в 1940 году только в лагере. Так что она дожила до... До убокой старости. Да, до старости. Позволите, раз уж был такой вопрос, то свое видение сказать, буквально очень коротко. что если мы говорим о социальной революции, то революция – это коренное изменение общественно-экономической формации. В результате революции один класс у власти сменяется другим классом у власти. Это если речь идет о социальной революции. Если речь идет о какой угодно другой революции, то революции мы называем переворот, который увенчался успехом. Если он успехом не увенчался, то он называется по-другому. Путь, мятеж, бунт, да как угодно по-другому. С буржуадно-демократическим успехом она частично... Такое сочетание музея, как по-другому. Так, подожди, Саш, там был вопрос еще, давай по очереди тогда вот. Дмитрий вопрос задавал, а потом тогда ты. У меня был вопрос к Бурлатовому товарищу, извините, просто он не вызвал. Называйте меня Бакуниным, не Марксом, пожалуйста. Дмитрий Кузин. Да, товарищ Кузин, тогда вопрос, поскольку вы были в Киеве, да, на площадь Независимости, там, или Майдан Независимости, а вот как вы встречали там представителей, ну, там, предпринимателей, хозяев, может быть, заводов? Да, там был средний класс. Это действительно национально-буржуазная демократическая такая революция, потому что люди, которым партия регионов не давала вообще никак развиваться. И там был бунт основной против Янока и против партии регионов, плюс КПУ и плюс бородьба, которая, о, мы вроде бы отпилились от КПУ, но что-то вы недалеко от нее ушли, поэтому вот вам под задницу. Поэтому они там возмущались, эта бородьба всякая, вот, собственно говоря. Но рабочую борьбу мы ходили с Майдана пропагандировать, что приходите на Майдан, проходной завода, раздавали листовки, что-то там говорили. Это вот, кстати, из КПУшники, по-моему, которые ваши друзья. Так что рабочая борьба – это наше все. Единственное, что с рабочей борьбой надо как-то тщательнее. Большое количество распространений в нашей газете «Товдовая Россия» там, ну, и другие листовки. Хорошо. Да, вот Александр хотел вопрос задать. Вопрос, да, к тебе, Дмитрий. Точнее, даже просьба. Вот я помню круглый стол по Украине, который был с участием тебя, Романа и еще товарищей из РСД. И ты там как раз рассказывал более подробно о своей поездке на Майдан и подчеркивал свою точку зрения, что это прогрессивное явление, что это именно буржуазно-демократическая революция. Рационально-демократическая революция. Ну, да, как-то так. Это даже Дуручинский мне сказал, что буржуазно-демократическая революция. Можешь ли ты более подробно раскрыть вот именно эту свою точку зрения на прогрессивный характер Майдана? Она не прогрессивная. Тогда ты вроде так говорил. Она сносит одно нехорошее, создает нечто другое нехорошее, и вот это другое нехорошее может быть в конце концов породит Октябрьскую революцию, то есть социальную революцию. То есть произошла буржуазно-демократическая революция, и она дала нам некое подобие Керенского, как я уже сказал, ну, вот этот, как там, Яценюк, там всякие эти, ну, вся вот эта ерунда, которая там сидит, где они там сидят. И, собственно говоря, сейчас они вот этой ненавистью к себе сподвигнут украинский народ устроить Октябрьскую революцию, а потом... То есть чем хуже, тем лучше. Ну, а как еще-то? Большевики какую позицию в 17-м году при Брестском мире занимали? Как это называлось? Параженческая. То есть, собственно говоря, чем хуже, тем лучше. Это не значит, чем лучше. Они допустили отступление. От чего? Время. Ну, чего. Ну, они никогда не думают, что это лучше. Это наоборот. Вынуждены решать. Все, вынуждены. А вовсе не лучше. Чем хуже, чем лучше, Большевиков не было никогда. У меня один единственный вопрос. А не допускаешь ли ты, что будет вместо Красного Октября много-много таких вот коричневых, да? Ну, может, может. Потому что Красное движение-то на ноль сошло. Благодаря КПУ, Бородьбе и... Так будет одно коричневое, другое, а там где-то красное всплыло. Не, ну, надо Красное движение возрождать. Рабочая борьба для этого и нужна. Собственно говоря, так что... Извините, вопрос тоже можно? Вопрос. А, хорошо, да, сейчас. Так. Ну, давайте. Значит, дело в том, что много... Ну, не думаю, чтобы все те кадры, которые по телевене не показывали, что это все, так сказать, было ложью все-таки. Так срежиссировать, наверное, все-таки сложно. Хотя мастерство есть, так сказать, но, тем не менее, все-таки вряд ли все это делать. Когда показывают, как людей ставят на колени, заставляют каяться, когда их бьют палками по заду, извините, прилюдно, когда босилько загоняют иголки под ногти в течение четырех часов упытают, когда очень многие люди, в том числе Надя Ракс, вот я ее принесла, ее, значит, письмо, почитайте, все-таки ознакомьтесь. Хотя, конечно, вы все в интернете, так сказать, свободно общаетесь, может, вам это не надо, может, вы все ознакомились, но кто не ознакомился, прочтите. Очень многие характеризуют все-таки вот то, что произошло на Украине, все-таки как фашистский переворот. Вам не кажется так? Вы элементов фашизма в пытках не видите? Вы в том, что загоняют компартию в подполе, вы элементов фашизма не видите? Но КПУ надо в подполе догонять. Я не закончила, извините. В том, что сможет прелестью памятники Ленину. Вы элементов фашизма не видите? Вот у нас товарищ выступал на митинге, у него, значит, родные в Крыму, на севере Крыма. Так вот, везде там, значит, были вывешены на радостях российские триколоры. А его родители повесили красный флаг, значит, советский, значит, над своим домом. К счастью, их не было дома, когда приехали на грузыке 15 молочиков со свастиками. Сорвали вот этот флаг, понимаете? Его только, российские триколоры не тронули. Вот, характерный, кстати, момент. Так вот, очень многие элементы, мне лично кажется, очень сильно напоминающимися о фашизм, и, кстати, у нас в газете мысль прекрасная была статья, мы позволили фашизму прийти на советскую землю. И очень многие с этим согласны. Вам не кажется, что элементы фашизма в том, что происходит, есть? И что это именно фашистский путь, а никакая не революция? Есть революция, есть, извините, контрреволюция. И как вот, когда загоняют коммунистов в подволе, когда ломают в один день 17 памятников Ленину. Вот, кстати, значит, в нашей газете опубликован рисунок. Здесь, значит, явно это не наш, потому что по-украински, латинским буквами написано слово «Украина». Здесь нарисовано, как гадюка своим хвостом сбрасывает памятник Ленину, а из пасти ее торчит свастика в качестве жанра. Вам не кажется, что все-таки там фашистский, так сказать, был переворот? Вы не видите там элементов фашизма? Ну, если бы мне казалось, что там фашистский переворот, то я бы не ходил среди них и не говорил, что я Москаль. А, значит, это все нормально, что там... Нет, ну, мне что-то вот иголки, видите, ногти на месте, все как брат на городе, даже не сахар. Ну, а что, КПУ надо, это самое, да? Немножко порядочек, был вопрос задан, был вопрос задан, да. Коротко тогда ответьте, и мы к выступлениям потихоньку будем переходить. Тогда, потому что... Ну, что, переходите. То есть фашизма нет. Фашизм не пройдет, все. Понятно. А, не прошу, не прошу, не прошу. Значит, ладно, тогда у нас по выступлениям записалось вот два человека, Котинев, Дмитрий и Сергей Марочкин, ну, Дмитрий вот записался первый. Если кто-то еще, то у меня, собственно, я помечаю. Дмитрий. Угу. У тебя, выйти, да? Лучше с места, потому что здесь у нас такой круглый стол. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Котинев. Вот я хотел вот на что обратить внимание. Прежде всего хочу сказать о Крыме. Посмотрите, что произошло. В Крыму сначала было все спокойно, в отличие от Киева. И, значит, вдруг происходит митинг. Значит, с одной стороны крымские татары, а с другой стороны такие пророссийские силы, ну, под российскими флагами. Потому что, значит, ну, на митинге произошла давка, там два человека погибло. И утром, ну, следующим утром, в чем-то беспорядка, как таковых, как вот в Киеве не было, никто ничего не жег. И утром уже вооруженные люди, вот, без знаков различия, но в военной форме в одинаковой, захватывают, я подчеркиваю, захватывают здание Верховного Совета Крыма. Когда у нас российские, значит, буржуазные СМИ на весь мир орут, вот, там захватывают здание, ужасно. Когда это делают, значит, российские или пророссийские силы, молчок, что как будто так и нужно. Захватывают эти, значит, автоматчики здания Верховного Совета Крыма. И я хочу, обращая внимание, вот мало кто сейчас об этом говорит, депутаты, практически под дулами автоматов, голосуют за отставку правительства. Значит, и уходят в отставку прежде крымское правительство, которое, кстати, было в 2010 году избрано. И оно не было такое же, там, буржуазно-националистическое, но обычное, нормальное, местное такое правительство. Оно, по-моему, даже, если не ошибаюсь, было чуть ли не ориентировано на партию регионов. Уходит в отставку прежде, и принимается решение о референдуме. Причем сначала референдум был за широкую автономию Крыма, потом раз, и меняется повестка дня, что теперь уже будет за присоединение к России. Тут же, значит, блокируется арсенал, потому что там в чем особенность вот эти украинские части, которые стоят в Крыму. У них там мало оружия, только для караулов, может быть, там что-то буквально почти нет оружия, а все основное оружие хранится в арсенале. Российский спецназ, это по заявлению одного украинского офицера, там его как-то удалось ему в интернете опубликовать, что российский спецназ именно заблокировал арсенал. И вот эти украинские части в Крыму остались без оружия. То есть каких-то там столкновений, подчеркиваю, опять же, как в Киеве, нет. То есть угроз не было для российских частей, никто им не угрожал. То есть фактически прошел такой вот именно переворот, очень похожий на то, что произошло в Афганистане в 79-м году, когда переодеты в афганскую форму советские спецназовцы высадились в Кабуле и заняли дворец Амина. Причем Амин до последнего даже не видел, что это были советские части, он думал, это сбуталась какая-то афганская часть, потом уже понял, и вот уже его непосредственно охрана, которая охраняла дворец, стал обороняться. Но было поздно, то есть там Амина обманули. Также очень похоже здесь. То есть нам все говорят, что это сила самообороны Крыма, но тогда не было беспорядков, и крымчане просто не смогли бы так быстро организоваться. Тем более, где бы они взяли оружие. То есть обычно, когда там народ вооружается, как было в Нагорном Карабахе, ну что там, ружье кто-то достал, кто-то там обрезкует куласки еще со времен коллективизации, откопал на огороде. Вон в Нагорном Карабахе даже откапывали пулемет Илью и со времен гражданской войны. А здесь, да, все было оружие, причем много новых образцов. Вот, например, эти вооруженные люди, которые блокировали аэродром в Симферополе, да, вот этот международный аэропорт, у них даже были эти небольшие оптические прицелы, это там относительно новая разработка. То есть явно, что на Черном Нуке такое не купишь, причем в массовом количестве. То есть я подчеркиваю, что здесь не было самостоятельного решения о референдуме, то есть тут явно подталкивалось, и, как я подозреваю, со стороны России. Скорее всего, это были или российские наемники, или просто в новую форму без знаков различия переодели какую-то российскую часть. Потому что там, правда, много было молодых ребят. 80 тысяч контрактников туда заслали, проверили. Да, тем более, спасибо, да, скорее всего, да, это были именно контрактники, наемники российские. Вот, то есть, смотрите, значит, здесь сложно говорить о том, что это воля заявления полностью была народа Крыма. Да, референдум прошел, естественно, там никто не угрожал на избирательных участках, по крайней мере, таких заявлений не было. Но подготовка референдума, вся пропаганда была, значит, не исходила от народа. Добавьте, пожалуйста. Волшебник Чуров там еще был. А, тем более, да. То есть, 156% все за. Да, да, тем более, если вы правильно, соответственно, добавили, что, действительно, российский ЦИК еще оказывал содействие в проведении этого референдума. Кстати, по Евроньюз я видел интервью одного жителя Крыма. Он говорит, я бы принял участие в референдуме, но если бы не будет фальсификации. То есть, уже видно, да, просто к нам не пропускали эту информацию. Вот, давайте посмотрим, присоединение Крыма к России, оно способствует делу самостоятельности или нет? Да, конечно, нет. Потому что Крым присоединяется к буржуазному государству. Крымчане лишаются самостоятельности. То есть, если здесь, да, они пусть там подозрительные референдумы, но они хотя бы высказали свое мнение. Хотя бы, да, там организовали бы эти отряды, дружины. То есть, сейчас все, они подпадут под власть Кремля. А что такое власть современного Кремля? Это крымчане почувствуют свои шкури. То есть, это нет судов, это просто профанация, это пытки в полиции. Это ОВД дальний, вспомните, это не закончилось. Это не единичный, к сожалению, случай. Вот у нас есть там комитет против пыток в России. Там, зайдите на его сайт, там куча материалов. То есть, это они убежали, как им казалось, от киевских фашистов, ну, пробежали к кремлевским фашистам. Ну, молодцы ребята. А если, вот я удивляюсь, если бандеровцы им пригрозили, они испугались, побежали в Россию. А если в Россию им чеченцы пригрозят, они что там, в Турцию убегут? То есть, присоединение Крыма к России не способствует делать самостоятельности. И еще хочу отметить, посмотрите, кому выгодно то, что произошло на Украине за последние месяцы. А выгодно оказалось Соединенным Штатам Америки и Российской Федерации. Российская Федерация присоединила к себе Крым. В общем, там очень похоже на мародерство было, вот это присоединение Крыма. Вот представьте, значит, вот у вашего соседа горит дом, рядом с домом стоит автомобиль. Вот, сосед начинает тушить горящий дом, вы подбегаете и откатываете автомобиль к себе. Говорит, ты что делаешь, это мой автомобиль, что ты к себе его откатываешь? Ну, у тебя же он все равно сгорит, так я хоть им попользуюсь. И, значит, пришло к власти сильно настроенное проамериканское правительство. Соответственно, США выиграл. Проиграл кто? Европейский Союз. Ведь Европейский Союз бы выиграл, если бы выборы шли, они начали дома. В 15-м году, естественно, Николаевич бы их проиграл. Скорее всего, тот же Кричко, проевропейский такой кандидат, даже про германский, пришел к власти. Но тут вполне возможно, что даже вмешались американцы вместе с Россией и поспособствовали падению режима Януковича. Потому что, я обращаю внимание, Путин в своей пресс-конференции по событиям на Украине заявил, что это он убеждал Януковича не применять силу к демонстранту, к Майдану, чтобы там все было мирно и так далее. Но потом Путин оговорился, что он убеждал Януковича не выводить из Киева Беркут и силы МВД. Но то, что он убеждал Януковича не применять силу к демонстранту, он тоже подчеркнул. Это, естественно, и Запад призывал Януковича. Поэтому очень интересно обратить внимание, как сомкнулись интересы, чтобы все Януковича бросили и прежде всего Российская Федерация. Что интересно, значит, правый сектор, да, это национализм, фашисты, да, да, это, естественно, националисты. Вот вопрос, фашисты или нет, но фашистами их можно будет назвать, когда они окончательно придут власти. Сейчас я подчеркиваю, что пока еще это киевское правительство полностью не контролирует ситуацию на всей Украине и нужно будет смотреть. Действительно, как вот товарищ Кузин сказал, очень похоже все на февральскую революцию в России. Действительно, пришло переходное правительство, и вот его либо сместят уже откровенные фашисты, как Корнилов в свое время хотел сместить Керенского, или же придут к власти силы за социализм. Спасибо. Есть такое понятие, значит, оно прозвучало в один из первых разов из уст Виктора Аркадьевича Чулькина. Фашизм на экспорт. Ну, то есть, допустим, американский империализм у себя дома не имеет, допустим, фашизма, да, скажем, ну, по формальным признакам. Скажем, Евросоюз в основных, так сказать, государствах также не имеет его. Но, так сказать, НАТО для продвижения своих целей нужен фашизм, возможно, даже временный, возможно, даже, так сказать, функциональный. Но совсем не обязательно, что функциональный, вот, потому что степень национализма и, как бы сказать, бандеровщины первого призыва, то есть, именно, а именно, то есть, не те, там, 10 лет, когда они были под, так сказать, под американским империализмом, да, а те, там, 7-8 лет, когда они были под германским гитлеровским фашизмом, бандеровским натуральным, да. Вот, и сейчас мы видим, скорее, вот, бандеровщины первого призыва, хотя служит она сейчас, значит, по функциональным, значит, целям и задачам американскому империализму, который, в общем-то, значит, фашистским не является. Это все, по-моему, понятно. Ну, что еще видно? Кому-то, может быть, кажется, что, ну, пожалуйста, значит, Крым, пусть бы он, так сказать, пусть он становился в ряду других частью нынешней незалежной бандеровской, фашистской, так сказать, ситуации. Ну, что ж, может быть, это и хорошо, вот. Ну, вот, недавно прошел митинг в защиту, значит, в защиту, ну, антифашистский митинг, недалеко, как там, да, вчера, вот, он имел совершенно конкретную функциональную задачу. Ну, что ж, 15 семей, да, допустим, пишут, ну, примите в России, чтобы, так сказать, здесь не убили, да, 3 семьи, вот, к счастью, сумели переехать в Россию. Ну, что ж, неплохо, неплохо, функционально неплохо. Донецк, Донецк поднялся. Ну, конечно, его погасили, это понятно. Конечно, это все было националистически и, значит, не в ту сторону. Ну, плохо ли это было? Я думаю, что это, с точки зрения борьбы против реальной, реальной фашизации, значит, Украины, это было неплохо. Вот, значит, подобные вещи, там, в Рожиловграде, Луганский, да, скажем, в Харькове, в Севере, я думаю, видели. Чуть раньше погасили, значит, в Одессе подобные движения. Ну, вы сами понимаете, что, если, значит, в Севастополе 70% рыбы, значит, украинской добывало, добывались, да, то, конечно, Россия не могла, Украина не могла позволить себе, чтобы, так сказать, оставшаяся рыба, так сказать, одесская тоже уплыла, значит, в Россию. Ну, это естественно, понятно. Буржуазные интересы, то есть все прекрасно понимают. Вот, ну, вот, в двух словах, что хотелось сказать. Я хотел бы вернуться к изначальной теме, вот, и прокомментировать некоторые выступления, которые здесь звучали. В общем-то, правильно Дмитрий, хотя, на мой взгляд, чрезвычайно однобоко, сакцентировал внимание на том, что, так сказать, вот в Крыму, там, эти самые вежливые люди, там, захват, туда-сюда. Ну, в общем-то, да, действительно, грамотно проведенная операция, которая включала в себя и военные элементы, и политтехнологические, и пиар. Точно то же самое с поправкой на местные условия мы видим и в Киеве, и в Западенщине. Если в Крыму закрывали арсеналы для украинских войск, то на Западенщине открывали арсеналы для украинских нацистов. То есть, в общем-то, и там, и там мы видим два фактора, и это вполне нормально. Один фактор – это некие низовые инициативы, недовольство народа, какие-то там стихийные выступления, самоорганизация, то, ради чего люди выходят на улицы. И другой фактор – это воздействие сверху. Это управляющее воздействие, которое пытается вот это народное недовольство, народный гнев, каким-то образом выстроить в интересах правящих групп, правящего класса. Мы видим, действительно, на Майдан вышли недовольные правительством Януковича, люди, доведенные до отчаяния. Очень разношерстная толпа, как правильно сказал Дмитрий. Там были и врачи, и учителя, и либералы, и националисты. Только в отличие от болота, соотношение сил было несколько иным, все-таки, потому что на болоте красная составляющая была существенной. Она не была определяющей, но она была существенной, и в том числе русские нацисты, которые тоже пытались бузить, которые 15 сентября прыгали на анархистов, которые пытались прорваться к трибуне, они были отбиты. В том числе, благодаря присутствию красной колонны. На Украине соотношение сил, конкретно на Майдане, оно было иным. Красные были слабее, коричневые были гораздо сильнее. Это определило некоторые детали дальнейшего процесса. Но и со стороны Украины, и со стороны Российской Федерации мы видим, что низовые инициативы, стихийная самоорганизация масс, подвергается управляющему воздействию с тем, чтобы эта инициатива пошла в нужном русле. Мы видим, что низовые инициативы в Киеве, на Майдане, они были быстро оседланы украинской буржуазией, украинской олигархией и пошли по накатанным фашистским рельсам. То же самое мы видим, что самоорганизация в Крыму, она действительно имела место быть, да. И референдум, он совершенно правдиво отразил настроение крымчан, стремление их присоединиться к Российской Федерации, буржуазной России. И власовские флаги они искренне вывешивали, да. Но все это, естественно, будет использовано в интересах российского империализма. И я думаю, никто из присутствующих здесь спорить с этим не будет. Но есть различные политические силы, которые или восторженно относятся к одной стороне дела. Я не имею в виду к одной стороне конфликта, к одной стороне дела. Или к другой стороне дела. Есть, например, такие силы, как КПУ, КПР, которые бьют поклоны российскому империализму, по сути. Которые заражены национал-патриотизмом в самой тяжелой форме. Которые готовы были бы присягать и власовскому флагу. Я прекрасно помню, например, войну 8-го года, да, российско-грузинскую. Мне тогда довелось быть на международном форуме в Греции. Я был представителем РКРП и РКСМБ на фестивале Греции. И там же был господин Афонин, как представитель КПРФ и ЛКСМ. И я четко заметил, и греки, присутствующие на мероприятии, четко увидели разницу в подходах между нашими партиями. Потому что если КПРФ в своем докладе только и исключительно пела хвалу Путину, российской армии и прочее, 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 да. То мы заявляли по-другому. Мы говорили, да, российская армия объективно спасла осетинский народ от геноцида, от вырезания. Это факт. Но если бы Путин действительно хотел бы помочь осетинскому народу, он бы предотвратил этот конфликт. Между тем мы знаем, и на фактах это доказано, что российская буржуазная власть тянула до последнего. И плевать им было на жертвы среди мирного населения. Там лилась уже кровь рекой, плевать на все это было. И только когда Саакашвили полез, и то дождались, там паузу определенную выдержало, люди умирали. И только после этого демонстративно российская армия начала там чего-то. Прикрываясь патриотизмом, прикрываясь защитой осетинского народа, на самом деле наплевать им было и на российские войска, на российский народ, и на осетинский, и на всех. А есть другая сторона. Вот я не зря, Дмитрий, вспомнил твое выступление на красном телевидении. Когда спрашивали про Майдан, про самоорганизацию, ты выступал как честный, последовательный анархист. Что характерно для анархистов? Преклонение перед стихией. Преклонение вот перед этой низовой самоорганизацией, даже если она неизвестно куда заведет. Ты говорил в ответ на вопросы, что вот они же, смотри, против памятников Ленину, они там взрывают красные флаги. Ну понимаешь, для них советская символика отождествляется с российской имперской символикой и так далее, и так далее. Вот примерно такая была аргументация. В принципе, вот знаешь, я когда об этом вспомнил, я могу провести довольно четкую параллель. Вот можем представить, что мы сейчас в 1933-1934 году в городе Героя Берлине. Ну да, ну погромы, ну хрустальная ночь, это же немецкие рабочие, для них евреи это просто олицетворение немецкого капитала. Ну побили они там витрины, ну вырезали пару тысяч там, ну подумаешь, гонят они этих евреев там, пришивают им желтые эти звездочки, да. Но это понимаешь, они просто так капитализм ненавидят, а капитализм у них олицетворяется с евреями. Ну что пойдем? Ну а сварстика, чем плохой символ? Это у них вот такой символ труда. Вот понимаешь, такое благодушное отношение к проявлениям фашизма, неумение видеть за внешней стороной дела суть, оно очень к опасным последствиям может привести. Сегодня вы кирпичи подносите этим фашистам на Майдане, да, а завтра они же вас будут линчевать, прогонять палками через строй, шпицрутанами долбить, да, или в концлагеря посадят. А вы будете разводить руками в стиле «не виноватая я, он сам пришел». Вот на самом деле такая позиция, она не менее опасна, чем слепое поклонение Путину. Это две стороны одной медали. Наша позиция должна быть другой. Третий, я бы даже сказал, ни туда и ни сюда. Спасибо. Сейчас я скажу тоже несколько слов, а потом уже докладчикам заключительное слово. Я думаю, больше у нас желающих выступить нет. Значит, ну, во-первых, касательно того, что такое был Майдан. Тут уже об этом было сказано Александром. Ну, вот что это, революция там, переворот. Ну, понятно, что социальной революции, я думаю, Майдан не был, и это никто здесь не отрицает. Когда говорят о революции Майдана, имеют в виду буржуазно-демократическую, то есть, когда меняется власть, и есть какое-то облегчение, значит, больше прав и свобод. Ну, давайте даже так, в таком смысле, политическая революция была на Украине или нет? Что там произошло, буржуазно-демократическое, допустим, да? Что там демократического сейчас получил украинский народ? Я вот знаю, например, что на Востоке Украины активистов вот этих, которые... Не таких активистов, которые там светятся где-то, а просто вот за то, что они репостят там материалы, их уже им звонят, угрожают, преследуют. Это я знаю, просто вот сообщали те, у кого там живут родственники. Это реалии, это буржуазная демократия такая? Или когда там представители, ну, я понимаю, там КПУ, значит, многим не нравится, и нам не нравится, но когда вот этого вот КПУшника там пытали, его там ставили на колени, ломали ему ребра, это что, тоже что ли буржуазная демократия? Потом, когда мы говорим о настроениях на Майдане, опять же, надо понимать, братьбу там избили, вот они вышли-то агитировать за сугубо экономические, в общем-то, требования, за новый трудовой кодекс. Их избили, и я подчеркну, никто не встал на защиту. Вот, кстати, отличие болота от Майдана, вот тут Саша правильно сказал, что разное соотношение сил, но я еще хочу подчеркнуть, что на Майдане, вот на болоте там как? Там вот идет вот эта масса тех, кто там первый раз пришел, они, у них никаких взглядов не было, они за все хорошее против всего плохого. В принципе, они и красный флаг спокойно воспринимали, и там, может быть, какие-то имперки спокойно воспринимали, просто вот мы против Путина. И дальше шли колонны уже более политизированные. И вот когда происходили столкновения, ну, в частности, у нас вот были столкновения с либералами, то всегда часть толпы, она переходила за нас, часть, значит, кричали там провокаторы, но не было такого единодушия, грубо говоря. То есть там, ну, было на кого, условно говоря, опереться, даже вот в этой вот массовке. А на Майдане вот этот национализм, он стихийный, то есть он уже, ну, как говорится, в крови у этих людей. Ну, понятно, что их пропагандировали, там эта националистическая пропаганда вот эти годы, она была еще больше, чем в России. Но вот именно такой национализм стихийный, национализм не только там у активистов каких-то там правых секторов, свобод, а национализм именно на уровне уже, как бы, как это сейчас модно говорят, да, дискурс националистический, дискурс. То есть уже у любого, любой человек, как, кто не скачет, тот москаль. Я не хочу быть москалем, как, я буду, знаете, видео, видели, да? То есть вот этот национализм, он стихийно поддерживается. Вот в чем, почему в том числе и эти правые сектора, все они смогли быстро, так сказать, доминирующее положение занять в этом протесте. Ну, что касается фашизма, значит, говорить о том, что фашистский переворот полностью, ну, я не знаю, я думаю, пока еще рано, но тенденция фашизации там есть, безусловно. И ведь мы должны помнить, что фашизм это не просто какие-то зигущие там или еще какие-то не очень умные люди, это прежде всего ничем не прикрытая террористическая диктатура наиболее шовинистических, наиболее реакционных кругов финансового капитала. Так что там как не фашизм? Возьмем даже вот пример, как там плюют на те же самые законы, на ту же самую буржуазную демократию. Да, там Янукович, он был, понятно, что не лучший, и он привел к этому. Но при нем, по крайней мере, вот эта буржуазная демократия, так или иначе она была. Понятно, буржуазная, но ее было больше. А тут вообще напрямую и пытки все эти, и прочее идут. То есть здесь, конечно, тенденция фашизации есть, и не видеть ее, мне кажется, это ошибкой. Вот по поводу левых и Майдана, мне кажется, что вот те левые, ну понятно, те, которые заступаются за российский империализм, с ними в принципе все ясно, это уже давно известные предатели, там КПРФ, КПУ и прочие. А вот те левые, которые искренне выступают за Майдан, вот мне кажется иногда, что это просто от отсутствия, может быть, в России реального какого-то опыта, потому что в России-то такой нормальный протест, реальный какой-то опыт политический был последний, по сути, в 93-м году. Все-таки болотное это немножко не то, не тот масштаб и не те последствия, а так. И вот от отсутствия вот этого, как говорится, настоящего движения, многие левые наши товарищи, они принимают любое выступление и готовы, так сказать, любое выступление поддержать. К сожалению, это действительно так. Ну и по поводу референдума в Крыму, восточных вот этих выступлений антифашистских, которые там под триколорами в том числе проходят, мне кажется, действительно правильно было сказано, надо разделять, что есть выступления народных масс, самоорганизация, выражение воли трудящихся, понятно, что они обманываются, но это как бы их почин и те, кто этим пользуется. Вот если мы будем разделять, тогда мы не будем впадать в крайности безусловной поддержки того или иного направления. Ну и вот еще последнее, достаточно, мне кажется, важно для нас, что мы должны здесь иметь в виду практически последствия Майдана в России. Обратите внимание, сейчас власть российская, она использует этот Майдан как некое пугало для того, чтобы отвратить людей от любой революции в принципе. Вот посмотрите передачу Владимира Соловьева. Владимир Соловьев, это такой путинский геббельс, очень грамотно, вот Киселев, он просто задницу, грубо говоря, лижет Путину и все. Соловьев, он очень умело это все подает, и раньше у него, так сказать, были, ну, была какая-то видимость, значит, что есть либерал, есть там еще державник. Сейчас он собирает на своих этих передачах обычно одних вот этих национал-патриотов, то есть там уже даже видимого, если вы обратили внимание, видимого противопостояния мнений нет. И какая логика? Правильно Путин 6 мая раздолбал Болотную площадь. Вот если бы он тогда не раздолбал, тогда бы у нас было бы то же самое, что на Майдане. Вот видите, какой Путин молодец, вот видите, надо давить жестко, надо давить на корню. И вот эта логика, она распространяется на любой протест и на неприятие, на прививку, неприятие революции в принципе. И заметьте, сравнивают как, что вот Ленин, там большевики приехали, вот видите, Майдан, это продолжение, так сказать, то же самое, что Ленин в то время было, а сейчас Ярош у нас. То есть какие параллели проводят. Вот этот момент нам нужно будет очень в нашей пропаганде разоблачать. И, конечно, быть готовым к тому, что у нас будут протесты подавлять жестче. Ну, уже 7 ноября мы видели, первый раз за долгое время, в общем-то, демонстрацию, которая каждый год проходила, ее разогнали. Вот, просто уже силами ОМОНа разогнали. Я имею в виду демонстрацию коммунистов, левых, не КПРФ. Да, вот то, что там две было в разных местах, обе разогнали. Нашу жестче, там тех помягче. То есть это уже звоночек. И в дальнейшем будет продолжаться. То есть будет какой-то социальный протест, будет какое-то даже справедливое выступление. А его сразу, как вот в 2005 году Кара Мурза говорил, что видите, пенсионеры вышли, это оранжевая революция. И как рабочих в Казахстане расстреливал Назарбаев два года назад. И те же самые КПУ, они тоже говорили, что вот он молодец, он подавил у себя в стране зачаток оранжевой революции. И у нас то же самое будет. Вот мы выйдем под красными знаменами, рабочие там выйдут и скажут, вот видите, надо сейчас их раздолбать, иначе потом будет Майдан. И вот это на самом деле пропагандистская машина, сейчас она работает очень мощно. И вот эти аналогии с Октябрьской революцией, они на самом деле сейчас вот по телевидению, особенно второй канал, если посмотреть, идут просто ну вовсю. Поэтому здесь вот этот момент, мне кажется, надо всем осознать и учитывать, что в общем-то Майдан в этом смысле выгоден для Путина и для его, так сказать, комарильни, чтобы давить любой протест. Особенно рабочий, в первую очередь рабочий. Ну, собственно, у меня здесь все, тогда заключительное слово. Да, глубоковажаемые коллеги, я обратил внимание у одного толкового политтехнолога на сайте. Откуда, собственно, взялось в Крыму и на востоке и юге Украину такое несчислимое множество россиянских триколовок? Интересный вопрос. Явно, ну не на месте же они выросли, не близ уже их нарвали. Почему там больше всего? Сергей, давайте, да, чтобы все-таки будем порядок. Я считаю, что, в принципе, преувеличение товарища Батовым значения фашистов в украинской национально-буржуазно-демократической революции, оно как бы не имеет, как бы, ну, такого места быть, потому что я как свидетель и человек, попадавший во все потаенные точки Майдана, безо всякого страха, без того, чтобы я скрывал свою политическую ориентацию. То есть я всем говорил, да, я анархокоммунист, да, я москаль, я родился и вырос в Москве. И со мной начинали говорить по-русски. Но если бы там ходили такие отряды СС, они же меня там, наверное, быстро на эту самую наветку-то вздернули. Ну, это мелочь. Ну да, но потом я им просто начал шутить, они, когда мне орали «Слава Украине», я им отвечал «Слава Киевской Руси». Это уже как бы была шутка. Относительно того, что нам нужно делать, нам нужно переходить к рабочей борьбе, потому что рабочая борьба – это единственная сейчас наша возможность собрать людей, потому что у нас много униженных и оскорбленных среди людей, которые трудятся, которых эксплуатируют и используют жадные хозяева этих средств производства, которыми сейчас являются торговые центры и тому подобное. Потому что у нас сейчас заводов практически нету, но у нас огромное количество каких-то торговых бизнес-центров, скорбей, да, ну, эсцетера. И перейдя к рабочей борьбе, мы сможем объединить людей, которые осознают неправильность общественного устроя, эксплуатации, обмана человека человеком. Потому что фашистам проще им показать, смотри, вот этот по-другому выглядит, давай бить его, вот мы его сейчас побьем, и у нас будет счастье. Это такие низменные рефлексы, которые они используют. Левакам сложнее, потому что леваки, в принципе, борются за правду, за абсолютную истину, что, в общем, человек не может другого человека использовать как средство. Это Канн сказал, там что-то где-то в категорическом оперативе, Кропоткин так это трактовал. Но это, собственно говоря, я так все на свою анархическую сторону. Но на самом деле, мы скажем, нет эксплуатации, да здравствует рабочая борьба. И не будем говорить, что ты там, ты за фашистов. Вот мне мать моя сказала, что за мой красно-черный флаг она мне отрежет голову. Когда я говорю, мам, ты можешь зашить? У меня вот тут флаг один порвался, она. Я тебе за твои красно-черные флаги отрежу голову. Ты фашист. Я говорю, мама, это старейший антифашистский флаг, сделанный в 900 году. Это под этим флагом война в Испании. Революция была против фашизма. Первая война с фашизмом была проведена. Под этим флагом проиграли, кстати, войну. Ну, проиграли-то проиграли. Вопрос в том, что воевали с фашизмом. Это же антифашистский флаг. Давайте, я понимаю, давно мы так и не дискутировали, но все-таки в рамках боев. Да, красный и черный, они близко. Черный это свобода, это цвет смерти. Красный это цвет борьбы. И та, и другая революция. И парижская коммуна. Не рекламируем. И восстание этих ливонских ткачей. Красный и черный. Все вместе с рано так. Все вместе, да? Да, все. Ну, я несколько слов скажу тоже по тем выступлениям, которые здесь были. Ну, некоторые были для меня откровением. Я много слышал о мировой закулисье, но что ее возглавляет Кагарницкий. Это для меня... Борис Юльевич. Я вот теперь правильно выговорил его. Борис Львовичем звал. Борис Юльевич. Какая Юлия Цезарь. Это было для меня откровением. Как просто стать лидером мировой закулись. Нужно просто не отдать Дмитрию полторы тысячи рублей. Да, за полторы тысячи рублей. Ну, что касается... Ладно, о великом и ужасном Кагарницком все. Значит, что касается революции, ну, вот тут, когда я говорил свое мнение о революции, Александр Сергеевич меня вроде поправил, что революция 1905 года не увенчалась успехом. Однако это не совсем так. Она выполнила свою историческую миссию. Она была буржуазно-демократической. И в России вместо абсолютной монархии стала конституционная монархия. Эту частично ограниченную роль она сыграла. Она здесь победила. Что касается двух, трех, скажем так, позиций, которые здесь необходимо разъяснить. Некоторые товарищи пытались доказать то, что, в общем-то, и без того нам ясно. Они ломились в открытую дверь. То, что российские власти призовут фашизм, когда им это будет нужно, ничуть не стесняясь, не больше стесняясь, чем это сделали киевские нынешние власти. Фашизм – это порождение капитализма. Фашизм – это палочка-выручалочка капитализма, когда капитализм попадает в кризисную, опасную ситуацию. Вот была опасность для украинской власти. Какая это опасность? Не такая уж большая, но была. Они призвали фашизм. Надо будет сделать это в России. И уже делали. Мы вспоминали 93-й год. Расстрел, когда погибло в Москве гораздо больше людей, чем погибло за все украинские события. Когда в 99-м году расстреляли рабочих выборского целлюлозного бумажного комбината. Расстреляли. Впервые в новейшей России стреляли в рабочих. Все это было. И сомневаться в том, что российские власти больше антифашистов, чем украинские, я думаю, ни у кого не может быть в этом сомнении. Такие же они. Они все одним миром мазаны. Это первое. Второе. Вот есть два, несколько разных, противоположных в какой-то степени заблуждения, которые мне хочется развеять. Некоторые иллюзии. Тут много говорилось о том, ну как же так, российская власть растоптала договор, подписанный ею самой, на бумаге же, ну написан же договор, ну как же так. Вот какие-то двойные стандарты. Мы говорим одно, а делаем другое. Ну товарищи, ну отрешитесь вы от этих иллюзий о том, что власть, буржуазная власть, может быть честной. Ну не может она быть честной по определению. И все договора, все обязательства, она берет на себя только до тех пор, пока ей это выгодно. Надо будет растоптать закон, они переступят через любой закон. Они это сделали. В том же 93-м году. Ну расстрелять высший законодательный орган страны. Какой там к черту договор о Севастополе? Они взяли и расстреляли из танковых орудий в высший законодательный орган страны. Что мы будем питать какие-то прекраснодушные иллюзии? Я всегда привожу в пример из рассказов Кольцова об Испанской войне, когда он сражался в интербригаде и рассказывал о том, что ну наша интеллигенция там в интербригаде была в большом количестве представлена. И когда вдруг из франкистских траншей начали стрелять по нашим, он скачал и закричал «Что вы делаете? Здесь же люди!» Вот не надо этого прекраснодушия, а надо ясно понимать, товарищи, что это война. Война, причем на наше с вами уничтожение. На войне, как на войне. И второе заблуждение, которое столкнулся я не так давно, я не ожидал, что это может у нас быть среди наших, в общем-то, вроде бы каких-то там единомышленников даже, это озлобленность против западноукраинских людей. Это сваливание на них самых, что ни на есть, фашистских, низменных своих инстинктов. Когда говорят, что они на генетическом уровне фашисты. Все уроженцы западной Украины. Все они сволочи поголовные. А на один раз. Ну, не так это вот. Вот совершенно не так это. Это, я как коммунист, не могу признать этого, поскольку это антиклассовый, антимарксистский подход. А подход как раз чисто фашистский, на самом деле. Если мы будем так утверждать, про генетический уровень. Это один шаг до измерения черепов. И этот шаг уже сделан. У меня так сложилось, что много друзей, и даже родственники есть, которые живут как раз на западной Украине. В Тернополе. В Тернопольской области. Они в ужасе от того, что там происходит. Они присылали мне фотокарточки разгула от фашизма в Тернополе, от которых волосы последние на голове поднимаются. Они выложены на нашем сайте. Эти фотокарточки. Часть письма этих трудящихся в западной Украине. честных, нормальных людей, рабочих. Они сочинили, ну не знаю, сочинили, нет, рассказывают как правду. Такую историю, запомнил, украинский мужик вызывает взрослого сына и говорит ему сынку, ты уже дорослый парабок, тебе уже женитесь и пора. Давай женись сынку. Вон Олеся соседка, фойная девчина. Жени сынку. Да не, батя не хочет. О чем он? Да не люблю я Олесю. А кого ж ты любишь, сынку? Степана. Ты сейчас сказился? Винжа Москаль. Вот это они, западноукраинцы, издеваются над украинским национализмом. Ну, все, что здесь было сказано, в основном спасибо, в основном я очень доволен тем, что здесь были высказаны. разные мнения, разные в какой-то степени позиции, но больше всего я хочу сказать спасибо Дмитрию за то, что он вывод-то сделал правильный, о том, что необходима рабочая борьба. И никакого октября, прости меня, Дмитрий, без развитой рабочей войны не предвидится и быть не может. мы говорим о том, что есть вероятность смены того, что сейчас происходит, как Дмитрий назвал там, буржуазно-демократическая революция или национальная революция, но не стало больше демократии или больше социализма на Украине. Но нет пока перспективы для октября, пока нет развитого рабочего движения. Вот это тоже нужно ясно понимать. и питать себя иллюзиями, что люди вдруг прозреют и встанут на баррикады за рабочее дело, но не бывает, к сожалению, такого без длительной, упорной, самоотверженной, опасной борьбы. Вот это и будет наше дело. Спасибо, товарищи.